Чем уплотнять резьбу? Кто-то скажет, чем, чем. Конечно же льном. Всю жизнь льном уплотняли, не надо ничего больше выдумывать. Но если я открою каталог все инструмента, то я увижу, что там кроме льна есть ещё и паста для льна, есть ещё какая-то сантехническая нить, анаэробный клей-герметик, фум-лента и её производные. Её производными я называю такие уплотнители, как тефлоновая нить и типа лента Факот, зелёненькая такая, которая сейчас у меня в руках нет. В этом видео я расскажу, в каких вариантах продаются все эти уплотнители, сколько это приблизительно стоит, а вам на основе этого придётся самим определиться, какой из уплотнителей наилучшим образом подойдёт под конкретно вашу задачу. И пожалуй, про уплотнители я начну рассказывать как раз таки сено. Почему сено? Дело в том, что досконально неизвестно, что это за волокно. Это льняное волокно или волокно конопли? И если я скажу в магазине или любому человеку дайте мне сантехнический лён, то скорее всего меня поймут. А если сказать дайте мне сантехническую коноплю, я думаю, что не многие поймут смысл такого вопроса. В общем, в любом случае это лён, даже если это не лён. Хотя в некоторых регионах его называют всё ещё Пакли, а Пакли это несколько другое. Но я вот эти волокна называю сеном. А почему? Потому что, когда я начинал заниматься сантехникой, я начал уплотнять резьбу льном. И в практике мы использовали лён компании Унипак. Вот такой. И всякий раз, когда я разворачивал пачку со льном или брал его, раздавался такой запашок. Лён, я бы сказал, он прям вонючий был. Пока однажды я... Вонючий почему? Вероятно, он обработан какой-то химией для того, чтобы он просто на складах не портился. Пока он дойдёт до конечного потребителя. И в какой-то момент я подумал, что все льны имеют такой запах. Пока однажды я в руки не взял какой-то такой серенький ленок. Возможно, был какой-то Вологодский. Открыл упаковку и почувствовал ароматный запах сена. Как в детстве. На сеновале. Вокруг свежая сена, сушёная трава. Очень вкусненько пахнет. И с тех пор я начал называть лён сеном. Потому что лён не всегда это лён. Но вы на мои провокации не поддавайтесь. Всё-таки лён это лён, а сено это сено. Где же его можно применять? Его можно применять абсолютно везде до тех пор, пока он вас не заколебёт своей пушлиной, которая будет торчать во всех ваших замках, в инструменте, в коробке с инструментом, в вашей одежде, на полу, везде, в каждом углу. В каких вариантах продаётся лён? Лён может продаваться вот в таких упаковках. Здесь 500 грамм льна. Лён может быть упакован вот так. Вот так. Сразу с пастой. Вот такие штуки могут быть. Чтобы определить в каком виде купить лён, вам всё-таки лучше бы понять, что именно вы собираетесь уплотнять. Если для профессиональной работы, то я рекомендую сразу приобретать косу на 500 грамм или на 200 грамм и отдельно пасту. Про пасту чуть дальше. Но лён ещё бывает вот в таких вот катушках. Здесь 110 м, здесь 55 м. Катушки мне не очень нравятся. Дело в том, что если взять вот эту нить и скрутить её вот так вот в трубочку, то толщина этой нити получается примерно 0,7 мм. А здесь другая катушка. Толщина этой нити уже будет 1,5 мм. И это очень неудобно. Не говорю уже о такой, которая 1,5 мм толщиной, а даже 0,7 мм удобно мотать вот такие резьбы. То есть в принципе можно. Но как только доходит дело до резьбы, например 3,8 либо 1,4 дюйма, маленькая резьба, то вот с такими резьбами, таким льном я работаю очень долго. Намотка льна занимает очень много времени. И если этот продукт не универсален, то я предпочитаю в большинстве случаев косу. Потому что от косы я могу оторвать ровно столько льна, сколько мне нужно. Ни больше, ни меньше. Но некоторые мои коллеги считают наоборот, что лён, который продаётся в такой вот тубе, гораздо удобнее. Поэтому, чтобы определить удобно вам такая туба или неудобно, вам нужно сначала попробовать. Для уплотнения резьбы одного только льна недостаточно. На лён необходимо нанести ещё и пасту. Паста бывает вот такая в тюбиках и бывает вот такая в банках. Какую проблему решает паста? Паста решает главную задачу. Не даёт портиться и стариться льну. Дело в том, что лён это трава по сути. Несмотря на то, что она уже обработана химией, всё равно в мокрой среде, в воде волокнота будет деградировать, гнить другими словами. И чтобы этого не происходило, раньше мазали специальной краской масляной или суриком. Сурик ещё есть такая штука. Мне не доводилось. Я масляной краской мазал, когда только начинал работать с сантехником. Так вот паста нужна как раз для того, чтобы этим суриком не мазать лён. Вонючая такая затея. Паста не имеет запаха. Пасты есть водорастворимые и есть водонерастворимые. И имеют они разные характеристики. Кроме этого некоторые пасты позволяют собранное соединение немного отвернуть обратно. Например я взял вот так вот, закрутил. И у меня оказалось здесь соединение. Потом вспоминаю, мне же надо было вот так вот. И в случае применения пасты в большинстве случаев я могу отвернуть обратно без потери герметичности. Самая известная и самая популярная паста это паста от компании УниПак. Продается вот в таких вот баночках или продается в таких вот тюбиках. Максимально рабочее давление 8 бар, температура до 140 градусов и угол возможной ювестировки не менее 45 градусов. То есть если вы соединение перекрутили, то вы обратно можете до 45 градусов повернуть без потери герметичности. Вот такая паста от российского производителя компании Регион Спецтехно. Эта паста не водорастворима и может быть применена не только на 5-м водоснабжения и отопления, но и в трубопроводах для транспортировки газа или сжатого воздуха. Температура эксплуатации такого соединения от минус 60 до плюс 120 градусов. Давление до 8 бар. На упаковке вот этой пасты конечно же тоже указано, что имеется возможность регулировки уже собранного соединения. Но на какой градус можно отвернуть я этих данных не нашел. Еще одна паста для льна это вот такая вот паста H2O. Тоже серого цвета. Отопление и питьевая вода. Температура от нуля до плюс 140 градусов. Отвернуть обратно можно до 30 градусов. Какой вывод можно отсюда сделать? Если вы не знаете, что именно вы будете уплотнять. Это будут водопровод, отопление или может быть газовые соединения, сжатый воздух. То в этом случае вы берете пасту российского производителя регион спецтехно с непроизносимым названием. И у вас такая универсальная паста все в одном тюбике. Это водонерастворимая или неводорастворимая паста. Любите немножечко поболтать и вы часто перекручиваете соединение больше чем нужно, то в ваш случае это паста от компании Unipack. Вы можете обратно, как я уже говорил, открутить до 45 градусов. Если ни то ни другое для вас не важно, то выбирайте то, что дешевле или то, что вам нравится больше. Мне больше нравится вот этот уплотнитель пастум. Почему? Потому что он больше глубже смачивает лён. Из всех паст, которыми я пользуюсь для льна, мне это понравилось больше всего. Я не могу обосновать, чем она лучше. Но юстировка Unipack куда пальцы показать. Unipack можно больше отвернуть, чем вот этим пастумом. Водорастворимая. С льном вы уже определились, какой вам лён нужен. А для льна паста кажется важнее, чем лён. Поэтому выбирая пасту, обратите, пожалуйста, внимание, что есть универсальная, есть для пятивода снабжения, есть для газа. Не нужно газовую пасту использовать на воде и пасту для воды использовать на газовых соединениях. Лён может продаваться вот в одной упаковке. В таком виде. Ну вот как-то так. И лён может продаваться сразу же в одной упаковке вместе с пастой. Паста и лён. Если вам нужно просто что-то отремонтировать, то вы можете купить такую упаковочку, пасту со льном и с этим спокойно жить. Но для профессиональной работы я не рекомендую такие комбинации, потому что часто бывает так, что тут льна 5 грамм, а паста на 100 кг льна. Поэтому лучше покупать пасту отдельно и косу льна тоже отдельно. Где можно применять лён? Лён можно применять везде, где температура вашего теплоносителя или транспортируемой среды будет не выше 140 градусов. У льна есть конечно же и недостатки. Грязные руки, долгая сборка и это. У вас кот есть? Если у вас есть кот, то вы наверняка знаете, что пушок может быть везде. Даже случайно одна пушнинка может попасть вам в чай. И для того, чтобы коты шерстяные не бесили людей, придумали лысых котов. А лысого льна не придумали. Вместо лысого льна сделали ленту фум. Но о ленте позже. Но несмотря на эти недостатки у льна есть и достоинства. Например стоимость. Кроме этого лён ещё обладает такой способностью как рваться и разбухать. Чем это может пригодиться или где это может пригодиться? Если вы немножечко больше намотали льна, чем нужно, то в этом случае он как бы там порежется, разорвётся и лишнее скорее всего выдавит. Если же вы немножечко не домотаете, то тогда при попадании влаги лён просто разбухает и соединение не течёт. Если же вы перемотаете слишком много нити, то при закручивании соединения вы либо его не сможете закрутить, либо сломаете. Но это не значит, что нить плохая. У нити есть свои неоспоримые преимущества. Сейчас я тут приберусь немножко. Итак, нить. Если бюджет позволяет, то можно целиком перейти на нить, не использовать лён в принципе. Но давайте узнаем о стоимости нити. 50 метров такой нити стоит 500 рублей. Полкилограмма льна стоит 600 рублей. Если этот лён перевести в метры, то получится приблизительно 700 метров. Конечно, ко льну нужно ещё немножечко пасты. И скорее всего лён с пастой 700 метров будет стоить где-то в районе 1000 рублей. 700 метров нити вот в такой упаковке будет стоить уже 3000 рублей. Получается, что нить в 3 раза дороже. Но вот какие у неё есть преимущества. Во-первых, бородатая борода вас не будет постоянно преследовать. Во-вторых, у вас руки будут чище, чем если вы будете работать с оленом из пасты. Мазать какой-то пастой сверху конечно же не нужно. Соединение можно сделать несколько быстрее, потому что работать с нитью удобнее. И кроме этого у нити есть крайне удобные упаковочки. Но у нити кроме стоимости есть и недостатки. Например, такой как если вы намотаете слишком много нити, то есть риск, что при закручивании ваше соединение сломается. А если вы накрутите слишком мало нити, то соединение скорее всего потечёт. В какой-то степени мне конечно же привычнее работать с оленом. Но в моём ассортименте уплотнительных материалов всегда есть и лён, и нить, и анаэробные клеи герметики и даже фум-лента. Но про нить ещё не всё. Для себя я скажу так, что в той специфике, где работаю я, для меня вся нить плюс-минус одинакова. Но когда вы приобретаете уплотнительные материалы, вы пожалуйста посмотрите характеристики нити каждого производителя, под что она заточена. Например, нить Loctite имеет температуру эксплуатации от минус 10 до плюс 149 градусов. А рекорд и вовсе от минус 60, но до 120 градусов. Нить Loctite можно юстировать до 45 градусов, а вот нить рекорд можно юстировать, то есть отворачивать обратно до 180 градусов. Я это проверял и есть об этом видосик на канале. Из официально заявленных, конечно, нить рекорд впереди планеты всей. Потому что 180 градусов отвернуть обратно это топчик. Про упаковки. Значит упаковки с виду могут быть практически одинаковые, но начинка у них может быть разная. Например, здесь я имею длину 160 метров, а здесь всего 100 метров. Пожалуй, если у вас кисть большая, то за 700 рублей вот этот вот туба на 160 метров это ваш выбор. Но моя рука как у лилипута, поэтому мне неудобно пользоваться такой огромной тубой и я предпочитаю более маленькие упаковочки. Это самая удобная упаковка из тех, которые когда-либо пользовался. Она может продаваться либо под маркой Tangit, либо под маркой Loctite. Коробочки примерно одинаковые, также как и одинаковые они здесь. Просто немножечко разный цвет. Пожалуйста, обратите внимание, что вот в такой упаковке есть нить за 300 рублей длиной 12 метров. Эта коробочка стоит 500 рублей, но здесь уже 50 метров. Но это ещё не всё. Например, нить рекорд вот здесь тоже 50 метров, но стоимость её уже не 500 рублей, а 180. Я буду не я, если не скажу самого главного. Ребята из компании RST сделали не только нить рекорд, они сделали ещё и нить спринт. Особенность нити спринт заключается в том, что здесь сменные катушки. Вот можно взять, открыть, достать, поставить новую. Так вот завожу сюда. Закрываю и всё. Знаете сколько стоит эта коробочка? 250 рублей. Но самое интересное то другое, что компания Регион Спецтехно продают вот такие вот сменные катушки с нитью. Каждая катушка длиной по 50 метров. Эта упаковка стоит 220 рублей. А это значит, что если я возьму вот несколько таких упаковок длиной в 700 метров, с общей длиной 700 метров, то у меня стоимость получится плюс-минус такая же, как и за 700 метров льна с пастой. Получается, если вам комфортнее работать вот с такой нитью, чем с сольном, то я вам рекомендую очень простой лайфхак. Вы покупаете вот такую коробочку Tangit либо Loctite за 500 рублей и неограниченное количество вот такой вот нити. Разбираете коробочку, вот эта катушка помещается сюда. Да я думаю, что до тех пор, пока компания Henkel не напортачит, грубо говоря, там не закосячат что-нибудь, чтобы эта катушка не подходила, вы можете пользоваться этим лайфхаком и радоваться экономию времени в вашей работе. Продолжение следует... Почему я не рекомендую использовать, казалось бы логично, да, спринт сделали, можно просто пользоваться спринтом, но мне спринтом пользоваться крайне неудобно. Если у вас, как я говорил ранее, большая рука, то вы можете, а у меня рука, я уже сказал, какая, неудобно. Если бы они делали сменные катушки вот для такой вот упаковки, здесь 25 метров, прекрасно. В мои рука это хорошо помещается. Было бы, да бы мешает. Поэтому берем катушки от регион спецтехна и упаковку от Henkel. Ну что ж, если с нитью мы разобрались, то пора перейти к самому простому уплотнителю. Почему самый простой? Да потому что с ним проще всего накосячить. Это лента FUM. Если с сольном и нитью все более-менее просто вы намотали и поняли. Если как бы не закручивается, то дофига. Если легко закручивается, то малость потечет. Нужно подразмотать и подрегулировать. То с лентой FUM такая тема не прокатится. Вы намотаете вроде бы много ленты, начнете закручивать, а оно закручивается практически от руки. Намотаете чуть больше, закручиваете ключом, запускаете воду, течет. В общем лента FUM это уплотнитель не для новичков. Чтобы понять какой именно уплотнитель вам нужен из ленты FUM. Ширина, толщина и все остальное. Вам просто придется потренироваться. Я объясню сейчас что есть и куда какое применять. Но чтобы ощутить, что вам нужно, придется попользоваться несколько раз. То есть если вам где-то на датчик нужно пару соединений замотать, то лента FUM вообще не ваш вариант. Но конечно же в вашем чемоданчике в загородном доме или на датчике лента FUM должна быть. И я чуть позже расскажу зачем. Но мы будем отталкиваться с той точки, словно вы уже идеально работаете с FUM лентой и понимаете как с ней работать. Но кроме недостатка, о котором я говорил, то что для новичков это недостаток, для опытных мастеров это не является уже недостатком. То у ленты есть еще один недостаток. Если по какой-то причине вы закрутили соединение слишком сильно и вам нужно открутить его маленько обратно, то с лентой FUM это не прокатит. Вы только немножечко обратно дернули. Перематываем. Но у FUM ленты есть свои неоспоримые преимущества. Лента FUM это единственный уплотнитель, работая с которым у вас руки останутся абсолютно чистыми. Всегда. Лента FUM точно также как и нить. Не разлагается и ее не нужно ничем больше мазать. Вы просто мотаете этот уплотнитель, скручиваете резьбы и готово. Ну и резьбовое соединение, которое уплотнено лентой FUM можно эксплуатировать от минус 60 до плюс 220 градусов. А некоторые вообще от минус 200 до 260 градусов. Например, вот эта вот лента FUM PROM. Здесь всего 15 м, но ее плотность 1,1 г на 1 см3. Когда FUM ленты типа таких имеют плотность всего 0,4 г на 1 см3. Зачем вам все эти данные? Дело в том, что когда вы соберетесь уплотнять какую-то резьбу, вам сперва нужно определиться, какую конкретно резьбу вы будете уплотнять и что вы будете транспортировать по этой системе. Вам нужно будет определить не только длину, вам нужно будет определить еще и ширину, толщину и ту самую плотность, о которой только что я говорил. Дело в том, что что такое плотность? Чтобы понимать, смотрите, вот здесь 15 м и здесь 15 м. Эти две ленты абсолютно одинаковые. 19 мм шириной. Но только здесь 1,1 г на 1 см3, а здесь 0,4 г на 1 см3. Самая тонкая лента, которая у меня здесь имеется, имеет толщину 75 мкм. Самая толстая 250 мкм или 0,25 мм. Самая узкая лента 12 мм, а самая широкая 25 мм. Какую же ленту все-таки выбрать? Если вы хотите, чтобы она у вас просто была в доме в запасе, то в этом случае выбирайте ленту шириной 12-19 мм толщиной 0,2 либо 0,1 мм. Этого достаточно для того, чтобы произвести практически любой ремонт. Но если вы будете работать с резьбами с маленькими 3,8 или 1,4 или меньше, то в этом случае постарайтесь выбрать узкую и тонкую ленту. Если вы работаете с резьбами, которые имеют большие диаметры, например, 3,25 и больше, то в этом случае выбирайте ленту, которая имеет большую плотность и большую ширину. Например, вот такую. В своей практике ленту FUM я использую для ремонта уплотнительных колечек, смесителей или для уплотнения полимерных резьб. Когда фитинг полимерный с пластиковой резьбой, тогда я беру фум-ленту и наматываю именно ее вместо любого другого уплотнителя. Почему? Потому что фум-лента податливая и в отличии от любого другого уплотнителя она не разрушает резьбу. То есть меньше шанс повредить резьбу с лентой FUM. На металлических резьбах диаметром 1,2 и больше ленту FUM я использую крайне редко. Потому что лента FUM занимает слишком много места. Работать ей дольше и стоит она конечно же дороже. Но некоторые производители пошли дальше и они модифицировали эту ленту. И сделали своего рода нить. Нить они сделали из ленты FUM. Только теперь это называется тефлоновая нить. Вот эта фум-лента в виде нити уже лишена таких недостатков, как размеры и скорость работы. Потому что она уже готова. Из нее не нужно делать нить, а сразу же ты мотаешь ее как нить. Это очень удобно. Но, к сожалению, такая нить не применима. На резьбах 1,4 или меньше. Потому что она слишком толстая и слишком плотная для таких диаметров. Но есть одна маленькая проблемка. Дело в том, что стоимость такой нити здесь я посмотрю сколько тут. Здесь по-моему 175 метров. 175 метров вот этой нити FUM нити получается 1250 рублей. И если я возьму и сравню цены, то вот эта нить длиной 700 метров, здесь 175, будет стоить уже 5000 рублей. Я считаю такие траты неоправданными. Если ваша система, конечно же, не эксплуатируется при температуре от минус 200 до плюс 240 градусов. Но если вам нравится вот такая нить и вам очень хочется с ней работать, то вы можете купить нить вот такую тефлоновую подешевле. Это матрикс. Здесь 150 метров. Стоимость уже не 1250, а всего 800 рублей. И внизу здесь нет вот этого липкого карандаша, которым нужно примазать остатки отрезанной ленты или нити для того, чтобы она не болталась, пока вы закрутите ваше соединение. И если вы выберете матрикс, то конечно же стоимость уже будет не 5000 рублей за те же 700 метров, а уже 3700. Правда температурный диапазон эксплуатации вот такой нити составляет уже от минус 20 до плюс 130 градусов. Ну это примерно как у обычной нити, которая собственно дешевле. Мы с вами ранее уже посчитали, что 700 метров будет стоить не 3700, а примерно 1000 рублей. Ну это если мы будем покупать катушки спринт. Исходя из всего того, что я вам сейчас здесь показал, то мне кажется самая красивая, самая прикольная упаковка это конечно же вот у такой вот нити. Унифлон. Тефлоновая нить. Почему? Не знаю. Дизайнеры постарались. Конечно же я считаю абсурдным покупать уплотнитель за 5000 рублей, если на 700 метров переводить. И я не покупаю, потому что я понимаю, что буду переплачивать тупо в 5 раз. Но только из-за ее внешнего вида мне почему-то хочется ее купить. Маркетологи красавчики. Поработали над дизайном. И дизайнеры тоже. Ну что ж, со всеми намоталками с вами мы вроде бы разобрались. Где же применять лен? Лен можно применять везде. Работать со льном это разводить грязь по сути. С нитью работать легче и проще, чем со льном. Но в отличие от льна нить не прощает ошибок. И если мы лен можем хранить сколь угодно долго практически, то катушки с нитью мы долго хранить не можем. Потому что срок хранения 5 лет и примерно через 5 лет вот эта самая нить высохнет и намотать ее будет уже не так комфортно. Лентофум для нежных резьб или для экстремальных температур. А вот это просто для того, чтобы получать кайф от работы. И можно было бы сказать, что об уплотнителях я сказал все, но еще не все. Сейчас приберусь тут. Резьбовые клеи. Этот уплотнитель самый дорогой. Но у него есть очень важные преимущества. Скорость работы. Если я намажу сюда на ровный клей герметик и сделаю соединение, то со скоростью работы такого уплотнителя не сравнится ни один другой. Потому что для того, чтобы сделать соединение мне нужно просто намазать и закрутить руками без ключа. И все. Я бы сказал это идеальный уплотнитель если вы знаете уже свой герметик, с которым вы давно уже работаете и понимаете специфику работы с ним. Но у такого уплотнителя конечно же есть и недостатки кроме самой стоимости. Дело в том, что для того, чтобы сделать соединение, то в 99% случаев резьба должна быть уже чистая. То есть такой уплотнитель приемлем конечно, но практически не применим на старых резьбах. Чтобы сделать соединение старой резьбы вам придется все старое вычистить, обезжирить и только после этого нанести по новой анаэробный клей герметик. Но это занимает столько времени, что гораздо проще намотать льна и закрутить ключами. Кроме этого вам придется следить за металлами, которые вы собираетесь между собой сопрягать. Дело в том, что не все клеи герметики подходят для разных металлов. Например некоторые не подходят для алюминия. То есть мы не можем просто взять и в алюминий закрутить футерку на анаэробный герметик. Нет, ну можем конечно, но не каждый. Рабочая температура у анаэробных герметиков плюс-минус одинаковая. Где-то от минус 50 до плюс 150 градусов. И теперь самое сложное из всего имеющегося ассортимента выбрать именно тот анаэробный герметик, который нужен нам. Мы работаем, ну ролик на тему сантехническую, поэтому мы работаем в сантехнике, в резьбе, по которой транспортируется отопление или питьевая вода. Поэтому распыляться на все герметики, которые предназначены в том числе и для резьбы обычной болты крепить нам не нужно. Многие производители анаэробных клеев герметиков раньше специализировались на фиксации резьбы для машин. Например это шпильки, какие-то плоские детали в плоскости, постатка подшипников, шаровых опор и так далее и тому подобное. И только потом с ростом конкуренции, когда производитель захотел немножечко расширяться, они расширили свою сферу деятельности наверно и начали предлагать анаэробный клей герметики для труб, то есть для резьбовых соединений трубных, по которым транспортируется какая-то среда. Если я беру вот просто фиксатор резьбы, я вижу, что здесь нарисован болт и гайка. И эти герметики различаются между собой температурой эксплуатации и степенью крепления. Слабые фиксации, сильные фиксации, разборные, неразборные или быстро твердеющие. Если я вижу, что здесь у меня нарисовано просто болт с резьбой, то конечно же такие герметики мне не интересны, потому что мне нужно, что было нарисовано что? Труба. Резьба на трубе или на фитингах. Большинство этих герметиков имеют текстотропные свойства. Это означает, что он не растекается. Если вы сделали соединение и положили фитинг с резьбой, то из резьбы он не вытечет, а останется там в резьбе и в резьбе будет полимеризоваться за счет отсутствия кислорода. Если мы нальем немножечко анаэробного клея герметика на стол или вы возьмете, когда вас лишнее выдавит на фитинге и спустя неделю вы потрогаете пальцем, он будет жидким. Почему? Потому что есть доступ кислорода и он в присутствии кислорода не полимеризуется. Он там полимеризуется, внутри. Как правило в большинство герметиков полная полимеризация происходит в течение 24 часов. Но это касается полимеризации внутри резьбы. То, что осталось снаружи у вас немножечко, точно такая же мокрая прослойка осталась внутри. Поэтому некоторые герметики недопустимо использовать в системах с питьевым водоснабжением, если он еще не высох. А вот сколько нужно времени, чтобы он полностью высох, мне неизвестно. Это по всей видимости надо спрашивать у производителя конкретного герметика. И еще раз. В резьбе он уже полимеризовался. Уже хрен разберешь. А там снаружи он еще будет жиденький. Герметики подразделяются по своей жидкости что ли. Более жидкие герметики предназначены для более мелких зазоров. То есть резьба например 1,4 дюйма, 3,8 дюйма, 1,2 дюйма. Если вы таким герметиком уплотните резьбу например 2 дюйма, то скорее всего ваше соединение потечет. Поэтому вам нужно выбирать такие герметики, у которых консистенция более густая для того, чтобы использовать в больших диаметрах. Кроме этого вам нужно знать для каких металлов. Для активных, неактивных. Можно ли применять с пластиками или категорически нельзя пластики будут разрушаться. Это все должно быть в характеристиках вашего клея герметика. Но у нас нет времени разбираться во всех клеях герметика. Поэтому мы приходим на сайт все инструменты, заходим в соответствующий раздел и выбираем чтобы у герметика был питьевой допуск. Нажимаем эту галочку и после этого у нас остается какой-то небольшой список герметиков, которые имеют пищевой допуск. Вот с этими герметиками нам нужно разбираться. И у меня остается не так много уплотнителей из которых мне нужно сделать выбор. Так, начну с этих. Что здесь написано? Предназначен для фиксации подшипников и резьбовых соединений. Предотвращает самопроизвольное раскручивание крепежа при вибрации. Надежно фиксирует подшипники на валу или на корпусе. Герметизирует и защищает резьбу от коррозии. Состав применения нанесите до 300 градусов. То есть если нужно разобрать, то нужно греть до 300 градусов. Меры предосторожности, условия хранения и все. То есть здесь нет ни слова про то, что я могу использовать вот этот герметик на питьевом водоснабжении. То же самое я читаю здесь. Описание один в один. Значит тоже оставляю это в сторонке. Они продаются в разных тарах. В виде шприцев даже или в виде карандаша. Как клей-карандаш. Это может быть удобно для конкретных ситуаций. То есть где-то именно такая упаковка подойдет наилучшим образом. На упаковке нет ничего о применении на питьевом водоснабжении. Но если зайти на сайт производителей, почитать технические документации, то там указано, что может быть использовано на питьевом водоснабжении. Но почему может быть, при каких условиях это нужно интересоваться. И кстати вот еще один производитель с названием CX80. У которого описание можно сказать вообще отсутствует на русском языке. Оно конечно же есть, но на русском языке на упаковке нет ни одной буковки. 65, 69, 70, 72. Их много всяких. И упаковки у них у всех очень разные. Я зашел на сайт производителя, посмотрел и там нет ни слова о том, что данные герметики анаробные могут быть применены на питьевом водоснабжении. Или в принципе даже на любой трубной резьбе. Поэтому я их тоже откладываю в сторонку. И в итоге осталось у меня совсем немного герметиков. Вот этот герметик Loctite рекомендован для применения на пластиковых резьбах. 53, 31. Пожалуй это единственный герметик, который я встретил в своей практике, который рекомендовано применять с пластиками. Дело в том, что как правило ни один герметик не предназначен для того, чтобы уплотнять пластиковую резьбу. Потому что анаэробные клеи герметики, пластики либо разрушают, либо если это полипропилен, например полимер полипропилен, то полипропилен он не подвержен как правило никаким химическим разрушениям. Большинство химикатов он не поддается. Именно поэтому полипропиленовые трубы фитинги используют в химической промышленности. Ну а там особый полипропилен PPH. Если интересно, посмотрите ролик о полипропилене на моем канале. Так вот вот этим можно уплотнять пластиковые резьбы. Единственное на сайте компании Всеинструменту.ру нет ни слова о том, что здесь есть пищевой допуск и этот герметик можно использовать на питьевом водоснабжении. Но если посмотреть внимательно техническую документацию, которая сопровождается вот эта упаковка, то есть на сайте производителя имеется описание. Потому что вот на этой, так что здесь? Здесь ни одной русской буквы тоже нету. То есть если посмотреть на сайте Loctite, то можно найти документ, в котором рассказывается, что при полной полимеризации, когда все уже высохло, застыло, то тогда может быть применен на питьевом водоснабжении. Но более подробно нужно конечно же выникать какие условия для этого. Это видимо придется связаться с производителем. Стоимость этого тюбика всего 1000 рублей. Следующий герметик это Loctite 577. Нарисована трубная резьба и можно применять на трубной резьбе. Здесь что? Здесь немножечко есть букв на русском языке и это очень даже хорошо. Это означает, что герметик легко разборный. А значит если мне понадобится когда-то разобрать это соединение, мне можно будет с помощью инструмента просто раскрутить без нагрева. Что здесь написано? Так, срок годности. Что еще ценного? Состав. Не лить в глаза, не мазать на хлеб. Больше ничего ценного. Если открою паспорт изделия, то там есть такие строки. Регистрация в системе NSF категория P1 предусматривает применение продуктов в качестве герметика в соединениях, не имеющих прямого контакта с пищей. Тоже герметик Loctite 542. Это средняя фиксация, но о пищевом допуске на сайте ничего не нашел. Следующий на очереди у меня герметик Unitec. Unitec это компания по сути Unipack. Здесь все буквы, практически все на русском языке. Компания Unipack занимается уплотнительными материалами. Я уже показывал лен. У них есть лен, паста, ленты фум и вот эта нить тефлоновая, которая 1250 рублей стоит, это тоже по моему Unipack нить. Компания занимается всеми уплотнителями и конечно же было бы ненормально, если бы у компании не было еще и анаэробного клея герметика. У компании есть анаэробный клей герметики, легкая фиксация, которая разбирается без инструмента. Есть герметики, которые средней фиксации и неразборные. Но они как бы неразборные условно, потому что если соединение нагреть, то соединение можно разобрать. Но имейте ввиду, что не каждое соединение можно нагреть. Например, если вы используете пластиковые фитинги, полимерные фитинги, то не каждый полимер вы нагреете. Как только вы его нагреете до 150 градусов, то скорее всего при разборке вы просто металлическую вставку достанете из фитинга. Вот этот герметик мне нравится гораздо больше, чем герметики сантех мастер гель. Потому что при работе с резьбой, когда я намазал сюда, зафиксировал вот в таком положении, подержал немножечко и все соединение зафиксировалось. Я аккуратненько положил и все это лежит и не дергается пока полностью не застынет. Например застынет через несколько минут и я могу дальше продолжать сборку. Если я работаю с сантех мастер гелем, то к сожалению вот это 15 минут будет. И то если будет холодно, будет еще дольше. Если конечно вы в плюс 30 работаете, то может быть чутка побыстрее. Это неудобно. Обратите внимание, что вот этот герметик Unitec не предназначен для контакта с алюминием, с легированной сталью и с цинком. В этом тюбике 50 миллилитров. Стоимость 900 рублей. Кстати 50 непонятно. Я просвечивал фонариком. Почему-то во всех герметиках половина. Может потому что их мешать надо. Я не знаю. Везде. Вот какой бы я ни взял, везде половина. И даже здесь. Который стоит вроде как 2600. А ну да, кстати я понимаю, что если бы он был жидкий, то для того чтобы размешать. Но почему здесь половина, который густой, я не понимаю. Если за 50 миллилитров такого герметика 900 рублей для вас слишком дорого, то вы можете выбрать наш родник герметик. Регион спецтехно, который делается в России. Здесь 60 миллилитров. И стоимость 500 рублей. Сантехмастер гейл имеется в трех вариантах. Вот зелененький, который легко разборный. Синенький, который средней фиксации. И красненький, который считается неразборным. Но если погреть, то можно разобрать. Конечно же то, что говорится о разборной, это все условно. Дело в том, что при разборке все равно любой герметик разобрать сложно. Да, он разбирается, но сложнее, чем разобрать льняное или соединение, собранное на нити. Фумлент вообще легко разбирается. Ну понятно, она же скользкая. Есть еще герметики от компании PayPal. Они очень похожи на Сантехмастер гель. Что ж, и в заключении по анаэробным клеем-герметикам. Прежде чем выбрать анаэробный клей-герметик, вам стоит обратить внимание на то, с какими металлами он способен работать. Обязательно смотрите наличие пищевого допуска. Это очень важно. Перед покупкой обратите внимание на степень фиксации этого герметика. Изучите время предварительной полимеризации. Это очень важно. Как я говорил с герметиками Сантехмастер гель, мне не очень нравится работать по одной простой причине, что нужно подождать, пока произойдет первичная полимеризация. Как я говорил ранее, почти все герметики, полная полимеризация происходит в течение 24 часов. А здесь минут 15 нужно подождать, пока произойдет первая фиксация. Но для того, чтобы не наступать на эти грабли, для того, чтобы так долго не ждать, вы можете использовать, есть специальные обезжириватели. Кстати, мне кажется, что они одинаковые, что у Регион Спецтехно, что у PayPal. Есть обезжириватель и есть спрей-активатор. Вы можете нанести активатор на резьбу и таким образом, и после этого полимеризация происходит гораздо быстрее. В общем, это все, что я хотел рассказать об уплотнителях. Я надеюсь, что данное видео вам помогло разобраться и определиться, какой уплотнитель подойдет для ваших нужд наилучшим образом. Надеюсь, было понятно. На этом все. С вами был Артем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok